Большим праздничным шествием трудовых коллективов, учащихся образовательных учреждений и работников культуры в Темрюке отметили Первомай. Даже дождливая погода не смогла испугать участников Первомайского шествия и темрючан, пришедших на главную улицу города с цветами и шарами, чтобы приветствовать демонстрантов. Праздник Первого мая! Ура! Для старшего поколения Первомай это воспоминание о молодости, трудовых совершениях, комсомольских стройках. Для молодежи он символизирует новые идеи, смелые планы и решения, веру в свои возможности. Поэтому и сегодня, Первое мая, один из любимейших праздников россиян, которые ждут с нетерпением и к которому задолго готовятся. Насколько серьезно подготовились к Первомайской демонстрации в этом году, можно было судить по ярким праздничным колоннам. По традиции шествия открывали знаменосцы с флагами России, Кубани, Темрюкского района и города Темрюка. За ними, как всегда, красочно и задорно прошли творческие коллективы районного и городского домов культуры. Гордо демонстрировали свои медали юные спортсмены детских юношеских спортивных школ и спортклуба «Барс». Следом коллективы администрации района и города, учащиеся городских школ и темрюкских филиалов, вузов и техникумов. Трудовые коллективы были представлены работниками всех ведущих отраслей экономики района. Виноградорство и виноделие, транспортный комплекс, портовая деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство, связь, торговля, банковский сектор, социальная сфера. Всего в шествии приняли участие более двух тысяч человек. С трибуны у здания администрации района их приветствовали глава района Иван Василевский, председатель Совета муниципального образования Темрюкский район Александр Шерстнев, глава города Александр Войтов, председатель районного совета ветеранов Виктор Ужинцев. Вечером на площади труда состоялся рок-концерт с участием молодых коллективов, рогосполнителей района, а также группы Максимум городского объединения культуры. Завершила праздничный день Первомайская дискотека. В администрации района состоялось торжественное собрание, посвященное Дню местного самоуправления. Собравшиеся приветствовали глава района Иван Василевский и председатель Совета муниципального образования Темрюкский район Александр Шерстнев. В 2013 году в России впервые отметили новый государственный праздник – День местного самоуправления. Указ об его учреждении наш президент Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. Хотелось поздравить вас с этим замечательным праздником, с выбором вашей профессии. В том, что выбор был сделан в пользу людей. Где-то, видно, у кого-то щелкнуло на каком-то этапе, вы приняли такое решение, чтобы все свои знания, опыт отдать на алтарь отечества. То есть работая сегодня на территорию, вы работаете на людей, вы работаете на Кубань и в общем на государство. Сегодня основная задача органов местного самоуправления – защита законных прав и интересов граждан. Принятие в 2003 году федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации послужило началом нового витка в развитии института, наиболее приближенного к простым жителям, являющегося связующим звеном между органами власти и населением. Все, что планирует, все, что делает администрация, когда мы не встречаемся публично со всем населением, это все доходит до жителей нашего поселения через наших руководителей ТОС. В прошлом году утверждали генеральный план и мне приходилось до слушаний шесть раз выезжать в поселок Веселовка, объяснять, рассказывать каждые пункты наших изменений и так далее. То есть это говорит о том, что наш народ, наше население стало интересоваться вообще жизнью нашего поселка. Органы местного самоуправления – власть, которая ближе всего к людям. Именно с нее земляки нередко спрашивают за просчеты и отвечать на неудобные вопросы, тем более, когда решение проблем лежит вне пределов твоей компетенции, неприятно и тяжело. Однако есть в этой взаимосвязи и оборотная сторона. Происходит это в первую очередь потому, что до местной власти достучаться проще. Отношения с ней прямые и человечные. Наши люди поняли, что они участвуют в жизни поселения. И они могут в своей воле изъявления, то, что они хотели бы сделать, хотели бы увидеть, они могут это высказать напрямую власти. Прийти в кабинет, переговорить, предложить или какие-то новшества, какие-то идеи предложить, чтобы мы могли принять и сделать. Все мы сегодня понимаем, что возможности для реальной и эффективной работы поселений несколько ограничены. Но с другой стороны, близость к людям, их доверие – главный капитал местного самоуправления и один из мощных инструментов, с помощью которого можно многого добиться. Почетные грамоты, благодарственные письма отруженика местного самоуправления вручил глава района Иван Василевский. Также за активную депутатскую деятельность и в связи с празднованием Дня местного самоуправления благодарственные письма вручил председатель Совета муниципального образования Тимуревский район Александр Шерстнев. В районной администрации прошло торжественное собрание, посвященное чествованию жителей района, чьи фотографии занесены на доску почета по итогам работы в 2013 году. Эта добрая традиция, которая была введена еще в советские годы как одна из форм морального поощрения, в нашем районе продолжается и сейчас. Это комиссия, руководители, заместители курирующие выбрали именно вас, потому что на самом деле вы заслуживаете той оценки, это не наша личностная оценка, это оценка всего населения, потому что тот бизнес, который вы ведете, ту работу, которую вы делаете, она социально направленная, социально ответственная, поэтому люди и дали вам такую высокую оценку, и вот когда-то мы возрождали почетную доску, ну в разное были мнения, вроде бы, но формат, да, новое, значит, реалии, то есть мы живем другой экономической формации, поэтому вы сегодня ударники капиталистического труда, поэтому примите искренние поздравления за оценку, значит, населения вашего труда на благо Тибрюкского района, нашей Таманской земли. Спасибо вам за ваш труд. Лучшим дружникам и руководителям предприятий, достигших высоких показателей, глава района Илона Васильевский и представитель Совета муниципального образования Тибрюкский район Александр Шерстнев вручили удостоверение о занесении на доску почета, памятные подарки и цветы. В списках награжденных 30 фамилий работников и логотипы трех предприятий. Именно эти люди и хозяйства были признаны районной конкурсной комиссией лучшими своей профессией и производственной деятельности. Их достижения в труде, особые заслуги в муниципальной, производственной, социальной и культурной деятельности достойны восхищения и подражания. Успехи района – это, несомненно, личный успех каждого из собравшихся. В течение года фотографии этих людей будут украшать обновленную доску почета в центре Тибрюка. Также на ней размещены логотипы предприятий «Фанагорея», «Таманевтегаз» и логотипы Шестеблиевского сельского потребительского общества. В администрации района под председательством главы муниципалитета Ивана Васильевского состоялось еженедельное планерное совещание. Начальник финансового управления Надежда Апара доложила о своевременном освоении денежных средств, запланированных в бюджетах поселения в 2014 году по краевым программам. Она проанализировала размеры субсидий, направленные из краевого бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог, газификацию, канализование, водоснабжение в разрезе поселений Тимрюкского района. Субсидии из краевого бюджета выделены также на капитальный ремонт домов культуры в Тимрюкском городском, Голубицком, Запорожском и Фанталовском сельских поселениях. Губернаторам принято решение именно по исполнению той дорожной карты, мы получили дополнительное финансирование. Практически мы накрыли все самые злободевные вопросы, которые не решались долгие годы. Это клубные учреждения, угла были поставлены. Почти вдвоили мы расходы на дорожные строительства. Это на самом деле изменит серьезный облик. Особое внимание в ходе совещания было уделено теме состояния памятников военной истории. Начальник управления культуры Наталья Шульга отметила, что общее состояние мемориалов и воинских захоронений районно удовлетворительное. В ходе мониторинга комиссия установила, что общее состояние памятника военной истории по Тимрюкскому району удовлетворительное. Но в нынешнем году, по сравнению с месячником прошлого года, главами поселений в основном решались задачи исключительно по наведению санитарного порядка прилегающих территорий. Покос травы, уборка мусора, частичная покраска и побелка стелл и оград. Каких-либо ремонтных работ, замен плит или ограждений на объектах военной истории к нынешнему празднику Победы не проводилось. Соответственно, и средств на проведение данных работ привлечено вдвое меньше, чем в 2013 году. Главы поселений решали задачи по наведению санитарного порядка у памятников и на прилегающих территориях. Но по результатам визуального осмотра памятников выяснилось, что на некоторых объектах требуется замена плит с именами погибших солдат, реставрационные работы, покраска и побелка. Глава района Иван Василевский поставил перед руководителями поселений задачу до 8 мая устранить все указанные недостатки, привести памятники в надлежащее состояние. 8 числа, это уже, значит, ну не то, что срок, уже давно было, в рамках месячника это сделать, работу. Вот вы просто заслушиваете, значит, порицание общественности, значит, за то, что вы не смогли не обиходить эти памятники, значит, не сохранить память. Значит, вы, Иваны, без родства. Да, стыдно, значит, вот так поступать, да. Поэтому 8-го картинку, значит, если кто не сделает, то приняйте сами на себя, значит, просто-напросто. Вы, значит, будете обходить администрацию общей стороной, да. О результатах работы по наведению санитарного порядка доложил глава Тюмельского городского поселения Александр Войтов. Он рассказал, что ежедневно с территории поселения вывозится 500 кубометров твёрдых бытовых отходов. Специалисты общественно-социального центра окашивают территорию, занимаются озеленением города. Глава района акцентировал внимание на необходимости в кратчайшие сроки провести покос сорной растительности на территориях поселений. В День кубанской журналистики в администрации района состоялась пресс-конференция главы района Ивана Василевского. Профессиональный праздник беседа с журналистами районных СМИ состоялась за чашкой чая. Речь зашла о присоединении Крыма к России и вытекающих из этого последствиях для нашей территории. Конечно, говорили и о сложной ситуации на Украине, и о роли средств массовой информации в информационной войне, которая сейчас развернута. Обязанность репортера – рассказать о происходящем, но не приукрашивать. Эти слова касаются и представителей СМИ Тимрюкского района. Стоит задача – донести до жителей информацию о происходящем, а население самостоятельно сделает выводы о качестве работы власти. Показать именно действительно, так как она есть, да. Если она есть, там детский сад отремонтирован, вот она отремонтирована, вот они пошли, дети, вот они пошли, дети, да. Вот она, дорога есть, освещение есть, сделали и так далее. Много ли этого освещения, мало ли этих детских садов, уже другого просто. И совершенно, значит, вот сколько они не сделали, все равно в итоге, значит, не так сидим, не так лежим, значит. Поэтому, вот, я всегда говорю, нет задачи там пропиариться, просто, значит, и задача донести, значит, информацию до людей. Во время пресс-конференции глава района рассказал о ситуации в порту Кавказ. Те туристы из центральной части России, которые раньше направлялись в Крым через территорию Украины, или которые сегодня хотят заново открыть для себя крымские курорты, сейчас в соседний с нами регион едут, пересекая Керченский пролив. Объем, вот, увеличился в семь раз, вот, объем пассажиров за эти дни увеличился в семь раз, с аналогичным периодом прошлого года. Вот, представьте, значит, ситуацию. И она наложилась, что еще сопровождение, это надо горючее туда в Крым перебросить, это надо продовольствие туда перебросить, это надо, значит, военные тех, гуманитарку и так далее. И вот это еще и был такой увеличенный пассажиропоток. Автомобилисты, желающие провести праздничные дни в Крыму, были вынуждены ждать свою очередь на паром около 15 часов. Был срочно создан оперативный штаб, пояснил Иван Василевский. В три часа ночи 2 мая мы провели заседание, определили круг вопросов, которые должны решить. Так, уже рано утром для туристов было организовано бесплатное горячее питание, подвоз бутылированной воды, 15 пунктов общественного питания, 60 туалетов, 60 контейнеров для мусора были к услугам ожидающих. Постоянно дежурили две машины скорой помощи. Праздничное первомайское настроение людям создавали лучшие творческие коллективы края. Хотя летний период еще не наступил, уже можно говорить, что курортный сезон начался. Как отмечает Иван Василевский, это большой шанс для представителей туристического бизнеса Тимрюкского района заявить о себе. В самое ближайшее время должны открыться все базы отдыха и гостиницы. Причем их руководители просто обязаны пересмотреть перечень и качество оказываемых услуг, грамотно подойти к ценовой политике, зарабатывать не на высокой стоимости услуг, а на количестве принимаемых гостей. А для этого надо поднять сервис на новый уровень. Уже сейчас на пляжах района замечены первые отдыхающие. Стоит задача сделать все необходимое, чтобы отдых на Таманском полуострове им не только понравился, но и вызвал желание приехать сюда снова и посоветовать друзьям и близким выбирать именно Таманские курорты. 26 апреля в России в 28 раз отметили годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции. В Тимрюке у памятного знака состоялся митинг, посвященный Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий, катастроф и памяти этих аварий. Для ликвидации последствий аварий тогда, в 1986 году, потребовалась мобилизация сил и средств всей нашей огромной страны. Невзирая на смертельную опасность, рискуя здоровьем, ликвидаторы останавливали радиационную стихию ради спасения миллионов людей. Собравшись на митинге, приветствовал председатель районного отделения Краевой организации инвалидов Чернобыль Виктор Ябыш. Сегодня районное отделение объединяет более 200 жителей города, станиц и поселков. Во всех поселениях действуют первичные организации, наиболее активные в Старокитровском, Курчанском, Сином и Таманском поселениях. Буквально на днях воссоздана организация чернобыльцев в станице Запорожское. К сожалению, ежегодно в мир иной уходит десяток наших земляков чернобыльцев. В 2011 году по инициативе председателя общественной организации чернобыльца Виктора Зинченко началась работа над созданием книги памяти. Его дело продолжил нынешний председатель районного отделения Виктор Ябыш и инициативная группа. Большую поддержку оказал глава района Иван Василевский. На днях книга вышла из печати и доставлена в Темрюк. В ней фотографии ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС и их воспоминания. Книга была передана библиотеке во все школы района, в которой в ближайшее время пройдут уроки мужества. После аварии прошло уже 28 лет, и нынешнее поколение, к сожалению, мало что о ней знает, как и о том, что атом может быть и мирным, и катастрофически разрушительным. К памятному камню были возложены венки и цветы. В Михайло-Архангельском храме прошла панихида по умершим чернобыльцам. В социально-досуговой жизни Темрюка произошло еще одно замечательное событие. В Центральном парке открыли молодежную площадку уличных тренажеров. Молодежь сразу же обновила спортивные снаряды. Парни крутили сальто, подтягивались, отжимались, демонстрируя свою ловкость и натренированность однокурсницам и девчонкам помладше, которые тоже попробовали свои силы на снарядах. Все началось в декабре прошлого года в Краснодаре на форме молодежи Кубани Юго-Восточная Европа. Темрюкскому городскому поселению, занявшему по итогам года второго места в сфере реализации молодежной политики, был вручен сертификат на установку шести уличных тренажеров на сумму 300 тысяч рублей. 17 апреля в Центральном городском парке был заложен первый кирпичик в основании площадки, а спустя неделю все вдохновители, добровольные помощники и исполнители собрались вместе, чтобы в обстановке доброты, единении и прекрасного настроения открыть молодежную площадку уличных тренажеров. Ребята разных возрастов с азартом испытывали себя на силу, а спортивные снаряды на прочность. Эти тренажеры антивандальные, повышенной прочности, но все же не вечные, и только если каждый из нас и взрослые и дети будут бережно относиться к этой площадке, она прослужит нам долгие годы. месяц средства в Региональный фонд капитального ремонта ты превратишь свой старый дом в новый. Будут установлены общедомовые приборы учета на воду, тепло и электроэнергию. Отремонтирован лифт, фасад и укреплен фундамент. Сделай свой дом новым! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова